И всем привет, ребят, с вами Серваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами возвращаемся к нашему замечательному танкофонду. На просторах нашего танкового сообщества, наверное, на сегодняшний момент времени это самая актуальная и самая, ну, наверное, информативная, да, часть того, что обсуждается в нашей игре. Это танкофонд, который летит на какие-то безумнейшие цифры и уже на момент третьего дня после возвращения имеет 42 миллиона в своем активе. Уже более 30, если быть точным, 33 миллионов поднялось у нас с момента возвращения его, и если учитывать тот факт, что до конца еще танкофонда 2 недели, еще целых 2 недели этот танкофонд будет расти, то это выглядит максимально, максимально безумно. Да, темп роста танкофонда снизился и уже не летят миллионы за час, да, но все равно темп набора танкофонда даже с учетом того, что уже все дополнительные награды приобретены, велик. И каждый час танкофонд в среднем растет где-то на 300-400, бывает, тысяч, да, что является очень и очень большим показателем. И я начинаю задумываться о том, до скольки миллионов он может вообще дойти, ну до скольки, да, то есть если сегодня у нас 42, до конца 2 недели, то есть 50 лямов можно пробить, 50 миллионов, при том, что скорее всего на сегодняшний момент времени уже все компенсационные приобретения завершены, да, то есть по большей части уже все со своих мультов, со своих основных аккаунтов за компенсацию вкинули уже, купили за тысячу, например, спецушки и внесли свой вклад в танкофон, да. Сейчас уже, мне так кажется, фонд увеличивается исходя из уже покупок спецпредложений за 6 тысяч, либо за большую, за 15 или сколько там она стоит, да. И по сути, да, любое вложение в сегодняшний день, да, в сегодняшний танкофонд это уже вклад в новый абсолютный рекорд, да. Если у нас в предыдущем танкофонде было 18 лямов, да, и все говорили о том, что, блин, нифига себе, вот это много, а сейчас у нас 42, просто 42. Я очень сильно жду, что совсем скоро появится возможность теста и обзора вот этих вот всех замечательных устройств. В предыдущем видосе, который я записывал вчера, я уже говорил о том, что хотелось бы, хотелось бы уже потестировать устройство и спрашивал у вас, какие устройства в приоритете вы бы хотели увидеть. Большинство заинтересованы как раз-таки в адаптивной перезарядке на гром, и я, если честно, ну, наверное, сказал бы, что на сегодняшний момент времени это самое актуальное устройство и самое жесткое устройство, которое может здесь быть. Также повторюсь насчет выдачи призов. Выдача призов будет исключительно после окончания этого танкофонда. Ну и понятное дело, что новых, новых призов за каждый там миллион, за 20 лямов, да, не будет, не будет. Никто ничего никогда не добавляет, потому что эти вопросы на постоянной основе все равно возвращаются, возвращаются и возвращаются. Также я заметил, что наконец-таки этот счетчик обновлен, и здесь наконец-то видно уже, что до конца остается как раз-таки 2 недели и 13 часов. Это свидетельствует нам о том, что 50 лямов вполне, вполне реально пробит. Видите, уже более 5000 аккаунтов, да, можно сказать, ну, нельзя сказать танкистов, да, аккаунтов. Больше 5000 аккаунтов получит на свой аккаунт по 7000 с копейками танкоинов. А может кто-то залутает там и 2 раза, и 3 раза, и 4 раза, в зависимости от того, сколько спецпредложений он приобрел, да. Да, я, ну, надеюсь, надеюсь на то, что 50-ку мы вместе с вами пробьем, сделаем какое-то красивое число. Ну, а у вас хотел бы поинтересоваться, да, сколько, по вашему мнению, удастся набрать в этом замечательном танкофонде. Ну, и, возможно, поинтересоваться еще о том, какое устройство на сегодняшний момент времени из этого танкофонда, по вашему мнению, является самым жестким, да. То есть, вы видите здесь гром с адаптивной перезарядкой, твинс с пульсаром, урановые снаряды на скорпион, которые непонятно пока что как работают, да. Если пульсара устройство и адаптивная перезарядка на гром, я знаю, как работает, да, потому что у меня был как раз-таки видеоролик с орехом, который играл на этом устройстве. Возможно, даже если найду, то в описании ссылочку на этот видос оставлю, чтобы, кто не знает, как работает это устройство, смогли посмотреть, да. Ну, и дальше здесь подавляющие снаряды, вампирские нано-роботы, вампиризм на Изиду, в принципе, он есть. Ну, и подавляющие снаряды на рейс, да. То есть, какое устройство, по вашему мнению, на сегодняшний момент времени является самым жестким из тех, которые есть, да. Ну, по крайней мере, предположите, это все дело, будет интересно все это дело, конечно же, узнать. Ну, у меня на этом все. Наверное, все, что я хотел сказать в рамках этого танкафанда, я сказал. В очередной раз мы продолжаем следить за самой популярной, самой интересной темой на сегодняшний момент времени, связанной, конечно, с танкафандом. Будем следить. Надеемся на 50 лямов уже в ближайшее время, в ближайшие дни, да. Быть может, мы уже пробьем эту замечательную цифру. Ну, а если вы ждете окончания его, окончания танкафанда и выдачи всех этих призов, то обязательно поддержите данный видос лайком. Также подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, и, конечно же, не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте. Мы лично и так, это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok